Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlexPlay и это город Краматорск с высоты птичьего полета в игре Microsoft Light Simulator 2020. Конечно, извиняюсь заранее, что видео не в таком формате как вам хотелось, именно в режиме с полета свободной камеры будет видео, а не на самолете, ну и без музыки. В общем, все ссылки находятся в описании на данное видео, в основном ссылка на плейлист по игре Microsoft Light Simulator, где предоставлены такие города как Донецк, Макеевка, Горлок, Ванхина Киева, также город Костянтиновка с Дружковкой были в прошлом видео, ну и многие другие города, такие как Хиев, Херсон, Харьков, Одесса, Запорожье, Кременчуг, там что там еще ровно, Житомир, Ужерод, в общем там много городов уже, кому интересно, можете переходить, смотреть. Может быть, ваш город там и есть, в этой игре, которую я отснял. Обязательно с вас подписка, лайк и всем спасибо, кто смотрит данное видео, всем спасибо огромное за поддержку и обязательно оставляйте комментарии под этим видео, может кто-то что-то увидел свое, какой-то дом, какое-то место, ну в общем Краматорск, с высоты Течего полета, как вы уже поняли, я уже начал полет. Так, ну что, сразу же скажу, что может быть буду задевать какие-то и другие поселки наряду с Краматорском, вот например, как вот эти вот поселочки, да, давайте допустим вот сюда сейчас залетим, да, чтобы вот это тоже задеть, почему бы и нет. Так, ну в общем, как-то так это все дело у нас тут выглядит. Вот еще один поселок задеваем. Все. Тут еще что-то. Тут еще что-то. Давайте чуть-чуть скорость камеры уменьшим. 59 пусть будет. Так, кто расстояние до аэропорта, соответственно. То есть, так, что Краматорск, Краматорск, Краматорск. Ну, окрестности его, да, то есть от границы его вот тут. Давайте вот посмотрим, что у нас вот здесь вот. Ну, видите, Краматорск. Ну, и там чуть дальше, вот, или там, или там, Славянск. Сразу же после этого видео будет Славянск, следующий город. А дальше посмотрим, куда полетим. Может быть, что-то там рядышком тоже найду. Ну, просто оно как-то все, видите, вот. В Макеевке отправил самолет в Краматорск, а потом по пути увидел такие города, ну, типа, такие крупноватые города. Да, Горловка, да, Енакиево, Константиновка, ну, и вот Краматорск и Славянск. Вот, почему бы и нет, да. Ну, плюс еще какие-то поселки я захватывал. Так, что тут дальше? Так, смотрим на Краматорск. Конечно, видите, вот, не залетаю куда-то, вот, не долетаю, возможно, да, не летаю над каким-то домом. Так, что заранее извиняюсь, потому что... Да, ну, здесь, по-моему, был уже, да? Да, я, по-моему, сюда полетел. Да. Там я уже был. Так, летим. Река. Река, река, река. Знаете, что было бы реально круто? Вот, ну, конечно, это, я не думаю, что такое было бы, это все-таки, какой объем, какая работа должна была быть. Вот, хотя бы название какого-то поселка, вот, допустим, вот там вот такой-то поселок, там вот такой-то поселок, например, какой-то этого, да. Но, блин, как бы еще разовы. Это, наверное, сложновато было бы сделать. Краматорск. Чуть дальше Славянск, там. Давайте мы просто вот тут полетаем. Давайте вот сюда залетим еще, посмотрим, что у нас тут. В основном частные сектора. Частные сектора в основном. Никаких жилых многоэтажек я не вижу. Вон еще, давайте туда залетим уже. Уже, фиг с ним. Что ж поделать? Надо же уже залететь в этот маленький поселочек. Залетели мы в этот маленький поселочек. Все. Больше ничего мы тут не увидим. Да, ну, он сам Славянск. Можно отсюда посмотреть. Вон он, Славянск. Вот, следующее видео будет как раз про него. Так, возвращаемся обратно в Краматорск. Что-то мы как-то все время отлетаем. Но я же говорил, что буду захватывать какие-то поселки, окрестности. Почему бы и нет, да? Это ж не какая-то там столица. Что? Ее даже за час не облетишь. А, это такое город, что можно и поселки какие-то захватить. Так, что нам остается? Вот надо вот, то есть, вот такое вот как-то вот. То есть, я вот смотрю. Предприятие или не предприятие? Что это такое? Похоже на какой-то рынок, кстати говоря. Так, ЖД-станция, судя по всему. Ну да, ЖД-станция. Так, что? Что? Давайте сюда пойдем по мосту. О, кстати, мост неутопленный. Не затоплен, вернее. Довольно редкий кадр. Microsoft Light Simulator. Потому что все мосты, все мосты абсолютно затоплены. Ну, большая часть, к сожалению. Но в новых обновлениях этого нет. То есть, там какие-то паки выходят, репаки. Вот, в частности, пак на Киев вышел. Но там надо иметь лицензионную версию игры. Вот, а там уже и телевышка отображается киевская на Дорожичах. И мосты не затоплены. В общем, там более-менее Киев обновлен и выглядит более свежо. Более по-нормальному, скажем так. Как он должен был изначально выглядеть. Ну, такая игра. Это искусственный интеллект. Карту рисует на основе спутников. На основе снимков со спутника. Ну, а это у нас аэропорт. Краматорска. Самолеты все стоят. В какой-то из версии, в Microsoft Light Simulator, есть возможность передвигаться на машине. То есть, не только летать, но и на машине передвигаться. А вот это игра, конечно. Прямо Евротрак Симулятор 2. Так, ну вот, я, пожалуй, становлюсь вот на этих микрорайонах. Уже и высотки пошли, девятиэтажки всякие разные. Может, и больше этажей тут. 16-ти этажки. так сюда потом куда сюда 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 или туда сюда полетим облетим предприятия в основном давайте сюда полетим вот это вот тут надо территории потом как захватить там уже ничего нет славянцы о смотрите видите про что я говорил но то есть она я так понял рисует только аэропорты она только рисует аэропорты вот вот есть аэропорт славянский да вот она и называет показывает сколько какое расстояние до того города увы хотелось бы чтобы в каждом поселке такое было но даже если просто сам аэропорта но понятно дело что аэропорта в каждом городе нет в каждом поселке тем более то есть там где аэропорты нарисованы то есть там она показывает отображает сколько там расстояния не осталось до того города видите пять миль туда так ну многоэтажки на этом по моему закончились на больше ничего не не вижу день еще могут быть то есть вот тут хорошо так давайте сюда полетим становимся немножко вот так вот сделаем школа школа вот раньше бренд строили слушайте школу хоблина построили пару домов школу построили садик блин пару домов садик школу не то что сейчас 200 домов и школу это платить там бешеные бабки за обучение вот вот это нормальная тема и парковок нет а мосты строит по 20 лет а жилкомплексы к грибы растут смотришь сегодня пустырь а через неделю там уже 20 этажей построена классно прям как китайцы что сказать а мосты так не могут строить или метро а какой позор какой ужас ладно мысли вслух просто уже это ну реально ну то просто смешно да ну капец просто ни в какие ворота уже не влазит переносит что-то сроки срывают но да ладно опять же мысли вслух так чё тут у нас частные сектора частные сектора в основном частность это понятное дело давайте сюда здесь еще по-моему не было славянск кстати на это аэропорт а он сам славянск ну это вряд ли кроматорск это какой-то поселок скорее всего уже хотя подождите может еще и кроматорск вот я чуть уже подустал сколько там раз-два раз-два-три 4 5 6 сколько там в рту подряд делаю всем наверно так опять эти предприятия хорошо ну в общем ладно ребят ладно ребят давайте еще туда полечу вот тут облетаем немножко и будем заканчивать в общем все ребят всем спасибо кто посмотрел то видео обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал обязательно оставляйте комментарии под это видео что вы увидели что вы нашли узнали что-то следующий город у нас будет славянск так что если что чтобы знали в общем все ребят давайте всем счастья до другой удачи и всем спасибо кто посмотрел это видео и всем давайте пока увидимся